Так, друзья мои, мы с Дамиром Владимировичем пришли из магазина. Были мы в спаре. Что значит мы купили? Мы купили вот такой вот багет. Что особо мы не купили? Так, вот такие вот. Такой вот пончик лудей. Чакопай взяли один. И еще один чакопай. Вроде бы это все. Ничего больше не покупали. Вот такие у нас сегодня покупочки. Ничего не брали особо. Дамир очень голоден, поэтому мы поторопились домой. Сразу после школы, после спара. Мы поторопились домой. И сейчас я буду его подчивать. Обеда-ужином, после школы. Вот такие пироги. Все, до новых встреч. Спасибо, что были сегодня с нами. У нас сегодня очень много дел. Я уже делилась. Я сейчас генералю квартиру. Сейчас ребенку накрою стол. Буду общаться с бабушками по WhatsApp. А я буду генералить квартиру. Буду делать дальше к уборочке. Мне так удивляет, знаете. Сейчас покажу. Смотрите. Сюда налила простовода. Я уже рассказала, что у меня напряженка с бутылочками. Вот. Она прозрачная, да? Мелкис. А вот это матовая часть. И что странно. Вот тут вот по кругу. Такие вот. Вот как будто кто-то ножом ее потыкал. Знаете, как будто ты ее сильно закрывал плотно. И она потреская. Снова круглую, равномерную. И с обратной стороны нет никаких дырок. Меня это так удивляет. Это так как-то странно, что ли. Не знаю. Вот так вот. Если я какую-то сову напоминаю в этих очках. Вроде они мне нравятся, а вроде и нет. Ну, то есть я пытаюсь к ним привыкнуть. Короче. Все равно сейчас нет другого выбора. Поэтому я пытаюсь к ним привыкнуть. Но в статье расходов новой очечи. Кстати, у меня вторые. Такие же точно. Есть еще одни. У меня их двое. Так случилось, что у меня двое одинаковых очеч. Вот. Эти на мне. И вот такие же точно еще одни. Зафоткались. Так вышло по случайностям, что вот двое абсолютно одинаковых. Причем они прозрачные, правда. Но вот эта более хилая, по-моему, правда. Да, это более хиленькая такая. Почему она? Такая вот она. Более какая-то хиленькая, как мне кажется. Эти, по-моему... По-моему, эти и другие. По-моему, эти и другие. По-моему, эти и другие. По-моему, эти явно с таким вот голубым подтоном. А эти что-то. Что-то я не пойму. Только с улицы пришла плохо видно. Эти то ли с розовым подтоном. То ли мне кажется. И они, в общем-то, с защитой для компьютера. Не знаю, что там по-моему. Ну, в общем, в любом случае, они одинаковые. Или практически один в один. Ну, вот. Так вот мне повезло. То ли в кавычках, то ли нет. В любом случае, когда я разбил мои очки предыдущие, у меня в любом случае на данный момент нет выбора. Мне нужно пойти, выбрать себе новые очки, заказать, вот, и так далее. Вот. Почему я так говорю? Потому что у меня достаточно сложный диагноз. И мне нельзя взять вот так вот и сразу купить очки. То есть мне нужно их заказывать. Мне нужно ожидать, пока я их сделаю. Я люблю ультра-тонкий пластик. Потому что зрение у меня плюс четыре с половиной. Плюс четыре с половиной у меня диоптрий. То есть у меня очень плохое зрение. И мои очки будут напоминать стекла пивной бутылки. Если я закажу себе не ультра-тонкий пластик. Если заказывать стекло, они будут прям огромные, толстые. Они будут тяжелые. Они будут все время с меня сползать. Они будут давить мою переносицу. Они будут постоянно находиться где-то на кончике носа. Потому что они будут тяжелые. И будут все время сползать. У меня будут опускаться внутренние уголки глаз. Постоянно вниз. От того же, потому что это будет тяжеленное что-то. Если брать с носоупорами. Вот такими, как здесь. Пластиковые. То они будут постоянно сползать. А если брать с носоупорами силиконовыми. Такими вот явными. Я люблю очки с вот такими носоупорами. То есть вот они. То есть они плотные. Вот пластиковые очки и пластиковые носоупоры. А некоторые люди любят вот такие вот силиконовые носоупоры. Вот которые вот. Надеюсь, бидно вот это прикручено. Я такие не люблю. Я люблю пластиковые очки с ультратонким пластиком. Чтобы оправа была пластиковая. И стекла сами были из пластика. Линзам. Вот. Чтобы все было легенько. Удобненько. Потому что в очках я провожу ну минимум 17 часов. В сутки. Минимум. Бывают вообще сутками в них. Если это какие-то поездки, разъезды. Я прям в них могу уснуть. В транспорте и так далее. Я могу, когда Дамир болеет. И я дежурю у его кроватки. Я могу тоже уснуть в очках. И могу в них вообще круглосуточно находиться. Мне нужно, чтобы очки были удобные. Чтобы они мне нигде не давили. Чтобы они были легкие. Потому что, опять-таки, если это металл, я выйду на улицу. Мне будет мерзнуть лицо от этого металла. Мне будет холодно. Это будет неудобно. Металл имеет свойство окисляться на улице. Вот. Когда ты их носишь во влажной среде. Постоянный дождь, снег. Они будут окисляться зеленым таким цветом. Это ужасно. В общем, во избежание неприятностей я ношу очки 7 лет. То есть я ношу очки 23 года. И за 23 года, я думаю, что я умею выбирать очки. Мода на очки менялась. Она была разная абсолютно за все это время. И предпочтения у людей менялись. В зависимости от профессии, внешности. И того времени, сколько находится человек в этих очках. Но в любом случае, когда у тебя зрение плюс 4,5. Тебе хочется комфорта. Тебе хочется комфорта. И чтобы это было красиво. В любом случае. Потому что если я буду заказывать стекло, это будет тяжело и толстое. Если я буду заказывать пластик, но не ультратонкий, это будут тоже очень толстые линзы. А я не хочу. То есть они не будут, конечно, такие тяжелые, как стеклянные. Но они все равно будут толстые. И это будет некрасиво. У меня будут огромные-огромные глаза. Потому что когда у человека плюсовое зрение, у него глаза кажутся в больших очках. Когда у человека минусовое зрение, у него глаза кажутся в меньших очках. вот вот такие вот пи-ра-жульки это алена баба алена ходит опять в очках в этих своих без стекол рассказывать что она может любое время вставить стекла в очки и пойти куда-то в них это вообще очень-очень странно на самом деле выглядит когда человек ходит в очках без стекол человек у которого нет плохого зрения может рассказывать сколько угодно о том что как это классно прикольно и стильные очки это замечательно что сейчас очки приобрели все-таки статус какого-то стильного аксессуара но для меня это также странно когда люди на все точки для имиджа просто так не потому что у них там какие-то проблемы очки решать несколько проблем сразу первых у меня ужасное зрение во вторых в моем случае у меня очень сильные синяки под глазами очки это как бы скрадывают в третьих у меня аллергии косметику к сожалению появилась с возрастом со временем вот хотя раньше я очень ярко красить не были виртуозные макияжи макияжи глаз том числе сейчас я могу я уже говорила максимум слегка припудрить лицо или нанести куда бибишку хайлайтер что-то очень легенько и накрасить губы губа могу накрасить чем угодно аллергия на губах тоже бывает ну вот и бывает и сильно достаточно но на ее пережить гораздо легче чем когда у тебя аллергия на глазах тебя глаза нахрени открываются это аллергия на глазах очень очень страшно так как уже гена глазах у меня такая вот как кондюктивит блефорит все на свете вместе взятые еще и кожа страшно шелушиться вокруг глаз и аллергия на глазах тяжело перенести когда у тебя аллергия на губную помаду раз в год раз полгода может возникнуть, и столоханешься, и купишь дерьмо какое-то, и когда у тебя аллергия на глазах, ну, вот каждый раз как-то накрасишься, и любая твоя попытка накраситься всегда заканчивается аллергией, вот, ну, сильные, очень сильные, вот, что глаза нафиг не открываются, я реву, закричу, зову мужа, чтобы он мне дал где-то циклиновую мать, чтобы я хоть глаза раскрыла, это такая жопа, это ужасно, на самом деле, вот, поэтому я как-то смирилась, поэтому у меня очки еще решают такой момент, как то, что они немножечко как бы отвлекают от моего ненакрашенного, по большей части, лица, они отвлекают, как бы, внимание, да, и все-таки это, ну, это в какой-то степени как макияж глаз, скажем так, в моем случае, то есть они отвлекают внимание, вот, и люди все-таки смотрят, по большей части, на мои глаза, ну, то есть на очки, да, и так далее, это вот все-таки как-то они вот отвлекают, отвлекают вот, там, где-то не очень, там, круто выщипанных бровей, там, сформированные какой-то суперформы, да, например, они отвлекают от синяков под глазами. Они отвлекают от того, что глаза не накрашены сами по себе, да. И уже даже если накрасить ярко губы, припудрить лицо, а, например, глаза не красить или брови не красить, все равно это отвлекает внимание и кажется, как будто глаза уже в какой-то степени как будто они накрашены, потому что надеваешь очки, они как бы как акцент на глаза делаются каким-то образом. В общем, как-то так, какая-то такая история, вот, ну вот так, даже если у меня возникает какая-то аллергия на пудру или там бибишку, все равно это просто какой-то зуд в глазах, какой-то кресь в глазах, если брать тени, карандаши, туши, все что угодно конкретно для макияжа глаз, все, это конкретно жопа, это тут же, это тут же полностью красный глаз становится, это зудит, это моментально все опухает, тешится, слезится, но это прям жесть. Это, ну, вообще прям, даже несравнимо, вот. Сейчас я вообще пользуюсь Ямалай бальзамом для губ, вот, по-моему, Ямалай написано, я потом вам покажу в пустых банках, не хочу сейчас доставать уже, уже много раз показывала, он с облепихой такой. И я использую от Organic Kitchen хайлайтер, он такой с розовинкой, освежает лицо, освежает, не особо ничего не скрывает на лице, просто освежает, освежает лицо и все. Вот, слегка поблескивает лицо, слегка как-то, ну, свежее выглядит просто и все. Я не задаюсь целью замазать себе все жизненные, там, какие-то, я не знаю, все следы жизни на своем лице, все вены, все, весь румянец какой-либо, все прыщики и так далее, все вообще какие-то там неровные. Я не пытаюсь замазать все, все, что на нем есть, как некоторые дамы берут, замазывают полностью, 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 всю зашту, которую, а потом начинают рисовать искусственно какие-то. Все равно же лицо, оно не является таким вот, без нифига. И потом они начинают вырисовывать тут, там, скулы, тут какие-то тени на лице, то, сё. То есть они начинают вырисовывать уже признаки жизни искусственным образом у себя на лице, это очень странно, это как сбрить брови и накрасть по-новой. Вот, то же самое могу сказать о женщинах, которые сначала все замажут, а потом нарисуют по-новой, да. Когда я так делаю, как-то так, это я просто смотрю на таймере время, я не вижу точно, сколько времени я на таймере, когда я делаю вот так, у меня тогда сразу видно цифру, сколько времени мы уже с вами болтаем. Слежу за времечком, все, друзья мои, до новых встреч, у меня там ребенок голодный, мы с вами заболтались. Всем очкарикам привет, всем тем, кто носит очки, вот, поэтому для меня. Как я уже говорила, это очень странно, когда у тебя зрение плохое, а когда ты мучаешься, вот, как мучаются люди с плохим зрением, то есть не дай бог ты там сел на очки или кто-то сел на очки. И вот, например, с собой не просто так запасные очки все время, потому что если вот эти сломаются, без запасных очков, я просто не дойду домой. Не, ну я дойду, но это будет то еще приключение, вот, то еще приключение. Скорее всего, я попытаюсь как-то закрыть один глаз, навести как-то резкость, вот, и вызвать, возможно, такси, я не знаю, как я увижу номер такси. Такое, я попытаюсь каким-то образом, конечно, добраться домой, вот, но вообще я на этот случай уже очень много лет, уже 10, наверное, так точно, я с собой ношу всегда запасные очки. У меня была даже ситуация, когда двое даже очков с собой носят запасных, и сейчас я как-то не нуждаюсь в двоих очках, я обычно одни ношу запасные, одни на мне, одни запасные, всегда в сумке, футляре, вот, обязательно, по-любому. И такое уже много раз было, что то на работе очки сломались, то на улице, то прямо в магазине, в торговом центре сломались, я пользовалась, то в гостях сломались очки. Часто такое происходит, что вне дома у меня ломаются очки, мне нужны запасные. Есть люди, у которых только одни очки, те, которые на них, когда у них ломаются их очки, они заказывают новые и ждут две недели, ходят это время без очков. Наверное, у них очень, не очень там и плохое зрение, если они могут пережить две недели без очков, я буду ходить на ощупь везде. То есть я могу по квартире, там, я не знаю, если я ночью в туалет встала, я могу пройтись без очков, да, или там с самого раннего утра, там я только проснулась, пока я дойду до этих самых очков. Я не слепая, я могу передвигаться, но опять же, в квартире, где я уверена, в пространстве. Я и в очках могу так лупануться, что сломать палец на ноге, как это было не так давно. Сейчас вот опять вчера буквально так ударилась, мать моя женщина. Еще из-за астигматизма я могу мимо стакана постоянно что-то проливать и так далее. В общем, это та еще история, я такой победитель по жизни, и это победительство у меня часто добавляют именно на мое плохое зрение. Вот. В общем, все, что я хотела сказать, я, в принципе, сказала. Ты что, еще не переоделся? Нет. Почти 15 минут прошло, алло, гараж. Сейчас девайс. Можешь мои шмотки тоже достать. А сейчас приду, заберу, тоже пойду переоденусь. В общем, ладно, все, до новых встреч. А, что же я хотела сказать. Поэтому для меня странно. Вот когда ты заходишь в транспорт, в автобус, у тебя начинают запотевать очки. Если еще нет мест, чтобы сидя проехать, пока ты деньги достанешь за проезд, оплатишь, пока ты схватишься. Тут надо как-то вот эти очки протереть, да, потому что ты не запотели. Как-то ходить на себя, попутно держаться зубами за поручень. Это так неудобно. С горем пополам я еще как-то переживаю эти моменты. Каждый раз, когда я захожу в магазин, это не так, что я зашла, и я пошла по своим. Нет, это надо протереть очки. Они могут опять запотеть, даже после того, как я их вытерла из стекла. Повторно они тоже могут снова запотеть, потому что, почему? Ну, потому что. И каждый раз, когда я, то есть, захожу куда-то, в какой-то магазин, в какое-то учреждение, инстанцию, тут мало того, что маска туда-сюда. Теперь еще и очки нужно будет протирать постоянно. Ну, как нужно будет? Всегда нужно, блин. И так каждый раз, абсолютно. Вот. То есть, ну, как-то так, много на самом деле нюансов, я не буду их себе перечислять. Люди, которые носят очки, они меня поймут. Вот. Их на самом деле огромное количество, всех этих нюансов. Вот. Поэтому. Для меня странно, когда люди, у которых хорошее зрение, пытаются на себя напялить очки без диоптрий. Это как, я не знаю, почему модно носить очки без диоптрий? Почему, например, не модно носить просто так костыль? Или просто так ходить с палкой? Вот этой вот, опираться тростью. Это так странно, вот серьезно. И вот почему-то эти люди считают, что вот, кто-то говорит, что удобно очень так заправлять вот сюда вот задушки очков, вот которые за ушком выпирают, удобно заправлять волосы. Ну, окей. Ну, для этого существует масса заколок. Для этого пусть этим пользуются очкарики. Для этого не обязательно носить, твою мать, очки. Ну, правда, это очень странно. Слышать это от людей. Ну, с палкой, наверное, тоже удобнее ходить. Можно на нее опираться. Да? Когда ноги болят. Это, правда, очень странно, когда люди с хорошим зрением начинают на себя надевать очки, когда, тогда, когда это аксессуар для слабовидящих людей. Но это, опять же, не совсем хорошая ассоциация. Мне кажется, это не совсем даже хорошая примета. Вот. В любом случае, как-то так вот. Давно сделала для себя очки неким аксессуаром в связи с очень плохим зрением, которое у меня, к сожалению, врожденное. Просто совсем сильно оно ухудшилось к 7 годам. Я практически ослепла. Это была долгая борьба за мое зрение, за мои глазки и так далее. Вот, да, за то, чтобы я видела этот мир. Спасибо огромное всем врачам и весь Синоватской поликлинике в детской, и в Центре терапии микрохирургии глаза по проспекту Мира 8 в Донецке. Спасибо вообще всем врачам, которые приняли участие в том, чтобы сделать мое зрение лучше, чем оно есть. Полностью меня вылечить нельзя. У меня врожденные проблемы со зрением. Поэтому спасибо всем, кто вернул его настолько, насколько могли. Спасибо тем, кто лечил мои глазки, тем, кто восстанавливал мое зрение, давал советы различные, вот, и так далее. Научил меня любить этот аксессуар, очки, вот. Потому что я не могу... У меня... Я носила и контактные линзы, и какое-то время я носила очки только для чтения письма, просмотра телевизора и так далее, вот. На данный момент очки уже... Ну, практически всю жизнь все-таки очки это аксессуар мой для постоянного ношения, вот. И я давно превратила это из нелюбимого аксессуара. Я смирилась, вот. Я превратила их в какую-то стильную фишку. В то, что со мной всегда. Очень многие друзья Владимира думали первое время, что я, ну, просто понтуюсь, поэтому ношу очки. Тем более, что я тогда то носила их, то не носила. Что я тогда то носила контактные линзы, то очки для зрения. И никто не понимал, я их ношу просто так. Для имиджа у меня реально плохое зрение, у меня реально плохое зрение. И как-то, не знаю, в моем маленьком городке, видимо, в котором я жила на тот момент, не привыкли люди, что можно выглядеть стильно в очках, что это не просто стильный модный аксессуар, но и действительно вещь, которая помогает лучше видеть и так далее, да. Вот. В любом случае я уже давно смирилась с этим моментом. Я всегда предпочитаю, выбираю стильный оправу. И даже то, что мне совсем нравится, это оправа, я к ней привыкаю. Вот. А она мне даже чаще уже сейчас нравится. Я просто... Муж смеялся с меня так. Я говорю, что смеешься? Говорит, ну непривычно, говорит. Я говорю, мне тоже. Непривычно, не нравится, не знаю. Говорит, ничего, привыкнешь, говорит. Тебе, говорит, не некрасиво, просто непривычно. Говорит, привыкай. вот, а там что-то еще подберем интересное для меня, вот, поэтому, какие только оправы у меня не были я за эксперименты вот я за эксперименты, поэтому я привыкну вот, как-то так, давно пытаюсь делать и, мне кажется, давно уже сделала для себя, для своей жизни, в свою жизнь я привнесла очки как не просто аксессор, который помогает мне видеть этот мир яркий, красочный, прекрасный незабываемый и так далее но и как вещь, которая является достаточно стильной которая является частью моего образа уже очень многие годы практически всю мою жизнь, вот и так далее и тому подобное все, до новых встреч, еще хочу шляпу себе купить, хочу вот эту крутую шляпу у меня много вообще таких стильных моментов, которые мне бы хотелось попробовать для себя все, до новых встреч хочу ли я вернуться к линзам контактным иногда бывают такие мысли но они бывают практически никогда скажем так, ну бывает там раз в несколько лет закрадется, когда увижу автомат с контактными линзами или узнаю, что кто-то носит контактные линзы, иногда у меня бывают такие мысли вот, но я их от себя отметаю потому что я пробовала снова носить контактные линзы, у меня ничего не вышло к сожалению, травма глаз мне не дает этого сделать и я не сильно об этом жалею, если честно, мне нормальный и в очках если честно хочу ли я вообще не носить очки, хочу ли я хорошее зрение для себя полностью если честно, я себе этого даже не представляю как это не носить очки, как это иметь полностью хорошее зрение без них Я себе этого даже не представляю. Но, к сожалению, по моему диагнозу мне нельзя делать операцию. По крайней мере, на данный момент нельзя. Поэтому я живу, и я не хочу рисковать. Все-таки зрение это достаточно рискованно. Поэтому я не хочу рисковать. Я не доверяю, я боюсь. И поэтому я буду носить очки до тех пор, пока это будет возможно. Пока я совсем не ослепну, наверное, пока у меня не будет выбор, что так, что так я могу ослепнуть. И тогда я решусь на операцию. Сейчас такого риска нет. Такой риск не стоит, что я могу ослепнуть, если не сделаю операцию. Хорошо, я иду. Поэтому я ношу очки. И надеюсь, что такого риска не будет, что я ослепну. Больше никогда. Он у меня был в детстве. Когда мне было и 7. Потому что, я уже говорила, у меня врожденное плохое зрение. Я надеюсь, у меня больше никогда не будет такого риска. И я до самого конца жизни буду ходить в очках. Модных, красивых очечек. Все. До новых встреч. Поэтому, если у вас плохое зрение, не комплексуйте. Не слушайте всяких подлых людей, которые говорят, щуриться, не носить очки. Нет. Носить очки обязательно надо. Потому что без очков будет болеть голова. Если постоянно напрягается мозг, напрягаются глаза, обязательно будет болеть голова. Если не носить очки. Но это глупо. Можно попасть в аварию. Можно не увидеть машину какую-то, еще что-то. Поэтому это глупо. И когда такие советы, например, дают взрослые люди своим дочкам, внучкам, так это вообще ненормально. Я считаю такое. Слушала макеевки на остановке, когда женщина советовала своей внучке очки не носить. И щуриться. Во-первых, это будут ранние морщины вокруг глаз. Во-вторых, я уже говорила, можно и в аварию попасть, и что угодно. И сейчас всякие разнообразные, такие красивые оправы. Я вообще абсолютно не понимаю, как можно такое советы. Сейчас столько красивых оправ, что можно так же, как и я, сделать это каким-то красивым аксессуаром в своей жизни. Вот. А не страдать по этому поводу и так далее. Все. До новых встреч. Пока. Ку-ку. Сейчас. Ой. Ку-ку. Пока. Пока. Пишите маленькими mandarинчиками. А лосы большими. Пишите маленькие. Продолжение следует...